Слава Господу, братья и сестры! Правда любит Бог меня и каждого из нас. Знаете, на самом деле, скажу искренне, очень приятно по-домашнему всегда быть в вашей церкви. И, знаете, вот собираешься, разные есть причины, по которым приезжаешь, но некоторые причины, может быть, не всегда очевидны, но я думаю, что Бог дает нам в общении очень-очень большое благословение. И Бог положил мне на сердце вот текст Писания. Я думаю, что вы молитесь за вашего пастора, за семью. Есть служители, которые занимаются разными служениями. Но вот в послании, к послании Филимону, есть текст, который я хотел бы прочитать для тебя, брат Иван, для вашей семьи. И вот это вот созвучно с тем, что есть в моем сердце. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о любви твоей и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. И 20 стих говорит, «Так, брат, дай мне воспользоваться тебе в Господе, успокой мое сердце в Господе». Последний раз, когда мы были вместе с моей женой, и она была под очень большим впечатлением. Знаете, мы так ехали, у каждого из нас жизнь непростая, разные ситуации бывают. И знаете, что мы в этих ситуациях всегда о чем мечтаем? Ну, поехать на какой-то вакейшн, да, кажется. Я уже так смотрю в доме, когда дела как бы идут плохо, когда мне жена говорит, «Я так устал, уже надо на какой-то ехать вакейшн». Но когда она иногда говорит, «Завези меня на небитаемый остров одну», я знаю, что дела уже совсем плохо. Потому что, но на самом деле, друзья, что нам нужно? Нам нужно общение друг с другом. И вот апостол Павел пишет к Филимону и говорит, «Вот, брат, есть одна особенность твоей жизни, твоего служения. Тобою, брат, успокаиваются сердца святых». И вот Павел говорит, «Позволь и мне вот этим воспользоваться, успокой и мое сердце в Господе». Я думаю, что, брат Иван, у тебя вот именно такое сердце. И я не знаю, вот церковь в Айове, она как-то стоит так вот в стороне от торговых путей, наверное. Вот как-то, если ехать там в Сиэтл, Портланд, там много церквей, в одну заехал, в другую. Но здесь вот, как только такое состояние утомления, нужны душевные силы, едь в Айову, позволь воспользоваться от вас в Господе, успокоиться сердцем. Это на самом деле, нам не вакейшны нужны, друзья. Мы приезжаем на вакейшны, и все равно это какая-то суета. Нам нужно общение со святыми. Успокой и мое сердце в Господе». Но я хотел бы сегодня быть полезным для всех нас и больше, наверное, поделиться не только словом, может быть, это не столько проповедь, сколько разбор темы, может быть, больше и свидетельства. Поговорить на одну практичную такую тему. И я молюсь, я верю в том, что мое присутствие здесь тоже не случайно, и это слово будет для кого-то ответом и полезным. И текст, на который я хочу вместе с вами обратить внимание, записан во 2-м послании Коринфянам, 9-я глава. Обычно это читается перед служением пожертвования, приношения десятин. Но я хочу, чтобы мы еще раз обратили наше внимание более, может быть, детально. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. «Дающий же семя, сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но производит во многих обильное благодарение Богу». Я хочу поговорить с вами на тему из 10 стиха «Дающий семя, сеющему». И если я задам такой вопрос, спрошу, кто когда-либо попадал в финансовые затруднения, имея долги, имея недостаток финансов, я думаю, честным будет сказать, что каждый из нас в той или иной степени сталкивался. И мы очень много слышим и часто слышим о том, что если человек приносит десятину в церковь, то Бог восполняет, и как бы у человека не должно быть никакой нужды в финансах. Но если мы смотрим Священное Писание, мы находим очень много ситуаций, когда люди были материально в каких-то затруднениях. И, например, когда Иаков убегал от своего брата Исава, вы помните, что он находился практически в поле без постельных принадлежностей, без ничего. И вот он положил один из камней там под голову, спал и видел лестницу, и он в той ситуации дал обет Богу. И сказал, Господи, если ты мне дашь хлеб, одежду, самые такие, восполнишь мои базовые нужды, я обещаю из всего, что я буду иметь, я буду давать тебе десятую часть. Мы имеем также в церкви разные служения, миссионерские служения. Очень много приезжают служителей, миссионеров, которые призывают нас жертвовать и участвовать. И мы по мере наших финансовых возможностей участвуем и жертвуем. Наверное, не так часто, как нужно было, мы уделяем внимание тому, насколько важно поддерживать служение миссионеров финансово. Но я сегодня хочу пойти дальше, чем просто говоря о десятине или о каких-то пожертвованиях. Я хочу привести примеры из священного писания, из своей жизни. И может быть, как я говорю, для кого-то это будет большим вдохновением. Апостол Павел говорит о том, что Бог дает нам, дает семя сеющему. И апостол говорит, что Бог возрастит то, что мы сеем. Интересно то, что есть хлеб или есть продукты, которые человек сеет. Например, человек сеет какую-то пшеницу на поле или садит картофель. И фермер понимает, что есть семена на рассаду, есть картофель, который нужно посадить, а есть картофель, который можно кушать. Если я все съел, если я все употребил, у меня ничего не осталось. Я съел и продукт, и семя, у меня нечего сеять. Если я не посеял, соответственно, у меня нечего будет пожать. Так вот, апостол Павел говорит, что Бог дает в руки сеющего человека, который готов посеять. Кто такой сеятель? Сеятель, который знает, как сеять, знает время, в которое сеять, знает почву, в которую сеять. Это человек, который говорит, я знаю, что я делаю. И человек такой знает, что, как обращаться с семенем. Потому что, если, например, мне, как городскому человеку, придет фермер и покажет картофель, и скажет, отличи картофель, который нужно садить, а картофель, который можно кушать, для меня, ну что, и то, и другое картофель, я не разберусь. Я могу перепутать, съесть то, что должно сеяться, и посадить то, что можно кушать. И Библия говорит о том, что Бог дает нам семя для того, чтобы мы сеяли, и потом имели урожай. Но, как я сказал, часто мы сталкиваемся в жизни с ситуацией, когда кажется, Господи, ну я все делаю, но почему в моей жизни нету тех финансовых благословений, на которых я рассчитываю? Или же, почему я не имею благословения в работе, я не имею благословения даже в служении? В таких ситуациях, когда мы видим в Библии, люди находились в очень затруднительных положениях, женщины и мужчины очень часто заключали завет с Богом. Я думаю, что мы утратили вот эту важность понимания заключения завета с Богом. Помните, когда-то Анна молилась Господу о сыне, и она сказала, Господи, если ты мне дашь дитя мужского пола, я отдам его на все дни жизни его. То есть, я даю обещание. Это женщина заключила завет с Господом. Мы вспоминали Иаков, который был в затруднительном таком положении, убегая от брата своего. И он говорил, Господи, если ты мне благословишь, я обещаю тебе дать во всем из того, что я имею, дать десятую часть. Когда мы заключаем завет с Богом в отношении чего-либо, мы с вами уже переходим из состояния такого добровольного служения в какое-то обязательство. Сегодня, практически постоянно, в любой церкви, о которой мы слышим, призывы для нас подчеркиваются о том, что мы должны жертвовать и уделять из того, что мы имеем. То есть, если я пожертвовал десятину, поддержал какое-то служение из того, что у меня есть, то, в принципе, я выполнил Божье Слово. Но это не все. Но это не все. Когда Иисус Христос приводит историю о человеке, о добром самарианине, эта история не просто о помощи какому-то человеку. Эта история показывает нам очень сильные и серьезные принципы, как мы должны относиться к ближнему нашему, в той ситуации, в которой от нас требуется что-то пожертвовать или что-то предпринять. Иисус Христос, когда приводит эту притчу, записанную в Евангелии от Луки в 11 главе, мы можем рассудить, допустим, по-человечески, что происходило с самарианином, который проходил дорогой. Представьте себе, давайте поставим себя на место самарианина, который оказался в ситуации, у которого было какие-то продукты в очень достаточно ограниченном количестве. Мы знаем, у него было вино, у него было масло, у него были какие-то средства для перевязки, потому что дорога, какие-то ранения, камни. И это только было рассчитано исключительно на него. Но, посмотрите, самарианин находится в очень интересной ситуации, когда он буквально наталкивается на человека избитого, истекающего кровью. Давайте рассудим себе так. Если от нас требуется только лишь десятина, если мы призваны жертвовать только десятину, во-первых, десятина никогда не является той жертвой, которая бы сказалась бы на нашем финансовом положении. Например, даже если у меня 100 долларов, десятая часть – это 10 долларов. Если у меня тысяча долларов, десятая часть – это 100 долларов. Десятина – это тот минимум, который Библия ожидает от нас, Бог ожидает от нас для того, чтобы мы имели благословение. Но, посмотрите, если бы, например, что произошло в случае с самарианином? Два варианта развития событий. Если бы самарианин пожертвовал только десятую часть того, что у него было, времени, которое у него было, возможности, сил, к чему бы это привело? Вот история эта говорит о том, что самарианин перевязал, увидел этого человека, перевязал раны, возливая масло и вино. И, например, на этом этапе самарианин решил для того, что решил то, что он сделал все, что от него требовалось. Ну, кто бы осудил, например, самарианина, или осудил меня, или вас, если бы оказав первую медицинскую помощь вот этому человеку, мы просто дальше поехали своей дорогой. Ну, согласитесь, ни самарианин, никто, ничем, никому не обязан. Абсолютно чужой человек. И то самарианин сделал больше, чем сделали те, кто проходили той дорогой. Самарианин написано, что после того, как оказал первую помощь этому человеку, принимает решение полностью взять ответственность за всю ситуацию, за этого человека до полного его выздоровления. Согласитесь, это огромная жертва. Во-первых, самарианин должен был уклониться от своего намеченного маршрута. Путешествие в те времена было непростым. Это не просто там сойти на трак-стап, на какой-то, на рест-эрию, когда здесь по Америке, путешествовать очень-очень легко и комфортно. В те времена это было связано с огромными опасностями. Человек подвергал себя разным сложностям, когда он принимал решение уклониться от своего маршрута. И он берет этого раненого человека, и написано, что он привозит его в гостиницу. Ну, во-первых, нужно сказать, что гостиница – это своего рода бизнес. Гостиница, написано, что он принес, и гостиница – это не то место, где, знаете, как некоторые люди любят быть милосердными за чей-то счет. Как-то в той местности, где я жил, одна женщина пришла и где-то на улице встретила бомжа, человек немытый, в ранах каких-то там этих запах от него. И вот она пришла в церковь и к братьям говорит, братья, вот этому человеку нужно помочь. Ну, хорошо, как будем помогать? Ну, при церкви там такое учебное заведение с комнатами, с кроватями. Вот его нужно разместить там в комнате. Ну, хорошо. Но вопрос к сестре, сестра, а почему ты не можешь это сделать, допустим, в собственном доме? И она так посмотрела на братья и говорит, вы что, я этого грязного в свой дом потащу? То есть, знаете, за чей-то счет очень легко быть жертвенным и хорошим до тех пор, пока не придется взять полную ответственность на себя. Принять человека в своем доме и сказать, так, хорошо, я буду руководствоваться исключительно принципами десятины. То есть, я вот по минимуму там чая налил, вот там принял, ну и через 2-3 часа ищи себе другое место. Этот человек привозит в гостиницу и говорит. И представьте, выходит владелец гостиницы, ему приносят раненого человека в бессознательном состоянии и задается вопрос, что я буду с этим делать? Это не больница, это не дом милосердия, это гостиница, в котором владелец получает определенный доход из-за того, что там останавливаются люди, они оплачивают проживание. И вот этот самарянин, он говорит, помещая в гостиницу и дает 2 динария. Вы помните, что 1 динария это дневная заработная плата была в те времена. То есть, другими словами, он сразу депазит, двухдневный депазит дает, ну, оплачивая буквально 2 дня и говорит, буквально выписывает чек, расписывается на нем, пустой чек оставляя и говорит, все, что ты потратишь на этого человека, я оплачу. Ну, вот представьте, вы в любой бизнес приходите, в любой магазин и выписываете пустой чек и говорите, мне нужна продукция и вся сумма, которая потребуется для оплаты этой продукции, просто вы говорите кассиру, впиши эту сумму в чек. Туда впишут все, что угодно. Самый дорогой сервис, самый дорогой продукт, как они говорят, там, fee, tax and everything. Особенно мне нравится вот это завершающее слово, bottom line, такое everything. Я всегда спрашиваю, а что значит everything? Ну, это все вот там, fee, штат берет, federal tax и вот это все, и выходит некая bottom line. Понимаете, я спрашиваю себя, этот самарянин в своем ли он по-человечески был уме? Он говорит, все, что потребуется для лечения этого человека, чтобы он выздоровел, что он встал на ноги, я оплачиваю полностью ему лечение и проживание в этой гостинице. И это совершенно незнакомый человек. И Христос говорит, это вопрос не того, что я просто дал, я просто пожертвовал, я просто выписал, я взял на что-то ответственность от А до Я. У нас в жизни очень много вещей, за которых мы ответственны. Ну, например, мы подключаем интернет, мы звоним нашему интернет-провайдеру, и он говорит, вам в месяц monthly payment будет такая-то сумма. И мы понимаем, но я же не могу в следующий месяц позвонить. Знаете, у меня нет денег в этом месяце, я не буду платить. Мы понимаем, что я должен взять ответственность, я подписываю контракт 6 месяцев, год. Если я живу в рент, я подписываю контракт, и я знаю, я буду платить эту сумму, я обязан это платить. Получается, у меня не получается, я беру какое-то обязательство. И когда мы говорим отношение с Богом, мы очень редко думаем о том, что есть отношение с Ним, когда мы, заключая с Ним завет, вступая с Ним завет, мы ставим себя в очень серьезные, интересные отношения с Ним. Если бы этот человек, например, по истечении двух дней не пришел в свое состояние, не выздоровел, и потребовалось еще день, еще день, и каждый день содержание вот этого человека, избитого разбойника, обходилось доброму самарианину в один динарий. Понимаете, один динарий, то есть заработная плата в день. Человек работает, он не был богат, потому что он путешествовал на осле. Богатые люди путешествуют с караванами, видно, что богатый человек. И богатый человек может позволить поручить даже своему слуге заняться этими вопросами. Этот человек не был богат. Этот человек действительно имел жертвенное сердце, может быть, вещи, о которых мы не знаем. Может быть, в подобной ситуации, может быть, этот самарианин когда-то потерял собственного сына. Я иногда встречаю публикации в интернете, когда люди, потеряв близких своих, в каких-то глупых ситуациях, не потому что они были глупы, нет, я говорю о глупых ситуациях, когда человек утонул при каких-то непонятных обстоятельствах, и человек пишет, я хочу предупредить. Когда, например, сделали какую-то там прививку, или купили какую-то игрушку ребенку, и какая-то аллергия, и мама пишет, я хочу предупредить других. Понимаете, наша жертвенность исходит из нашей боли. Очень часто наша жертвенность исходит из наших потерь. До тех пор, пока мы что-то не потеряли, мы не будем знать, что это стоит. Когда человек болеет раком, или когда у кого-то дети больны раком, и человек сталкивается, что ему нужно собирать средства на лечение, он знает, что это стоит. Он знает, что здесь сталкиваешься с подозрением людей, неверием людей, тебя могут обзывать мошенником. Ты знаешь, потому что ты сам через какие-то ситуации прошел. И когда существуют вот эти потери, возникает вот эта жертвенность. Может быть, этот самарянин был не столько добрым по своей душе, знаете, что он раздавал деньги налево, направо, всем помогал, как то, что у него и в его жизни была похожая ситуация. И он знал, что для того, чтобы в этой ситуации спасти чью-то жизнь, здесь недостаточно просто пожертвовать вина, перевязать раны и оставить этого человека там, где он находится, потому что разбойники рядом. Потому что ни одни, так другие, ни разбойники, тот человек умрет от недостатка воды. Вот этот момент, друзья, который мы очень часто упускаем из вида. И Писание говорит о том, что Бог от нас ожидает тех моментов, когда мы можем проявить веру и заключить завет с Ним. Но хорошо жертвовать, когда у меня есть на это финансы. Правда, скажете вы? Это у нас всегда вопрос. Хорошо, мы понимаем, Господи, был бы у меня миллион долларов, ну, я бы столько сделал, я бы много пожертвовал, и на сегодняшний день я сам свожу концы с концами. Но знаете, Бог несколько на эту ситуацию смотрит по-другому. И я на собственной жизни пережил этот момент. Бог не ищет миллионеров. Бог не ищет миллионеров, Бог ищет сеятелей. Кто такой сеятель? Сеятель – это не владелец хлебобулочного комбината. Сеятель – это человек, которому, дай семя, он знает, что с этим семенем делать. Вот мы очень часто боимся того, что Бог обберет нас, что мы будем окрадены им. На самом деле, Писание говорит, апостол Павел сказал, что мы должны быть людьми с готовым сердцем сеять. Может быть, у меня нету. Но знаете, сколько людей, которые Бог готов был бы дать семя, но эти люди не знают, что с этим семенем делать. Потому что люди не могут взять ответственность за это семя. У меня во Флориде живут родственники, и там есть реабилитационный центр. Вы знаете, я никогда не был связан с реабилитационными центрами. Я никогда не употреблял наркотики. Я не знаю, что такое получить освобождение от алкоголя или наркомании. И несколько раз, посещая этот реабцентр, я обнаружил, что большая часть молодых людей, которые находятся там, это дети верующих родителей. И каково же было мое удивление, когда однажды, приехав туда, а приезжая к родственникам, всегда с удовольствием заходил туда для того, чтобы провести библейский час, для того, чтобы со студентами побеседовать, пообщаться. Я не рассчитывал, не видел себя человеком, который как-то могу финансово помогать этому центру. И каково было же мое удивление, когда однажды, приехав туда, я обнаружил человека, который подошел ко мне и спросил, узнаю я его или нет. Я говорю, нет, не узнаю. И он говорит, что мы были знакомы в Беларуси, откуда я родом. Он жил где-то там в соседнем подъезде. И говорит, мой брат дружил с твоим братом. Представляете, человек буквально с моего города. Когда родители выехали в Америку, верующих в церковь, и вот попал на эту наркотическую иглу, и вот он теперь находится в центре. И знаете, когда я вернулся домой, у меня возникло желание пожертвовать. Я думаю, что у каждого из нас такое желание возникает, и все мы в той или иной степени на какие-то миссии на что-то жертвуем. И я так рассудил себя, думаю, из моих возможностей, из моих возможностей, что я могу пожертвовать? И на тот момент у меня была такая возможность просто переслать 50 долларов. Ну, часто в этом случае говорят, любая сумма пожертвованная, она принимается с благодарением, даже 5 долларов они сделают разницу. Да, и это правда. Но у меня вдруг на сердце возникло такое желание, побуждение, что это не 50 долларов, а 300 долларов была бы как раз та сумма, которую можно было бы пожертвовать. Но чтобы пожертвовать 300 долларов, мне нужно посмотреть семейный бюджет, мне нужно поговорить с женой, потому что в конечном итоге это должно было сделано быть по согласию. Но 50 долларов, я думаю, ну, все равно же 50 долларов я могу пожертвовать, это же будет дело Божье. Я выслал 50 долларов, и вы знаете, вот я скажу честно, просто о себе, у меня было такое ощущение, что не я выслал 50 долларов, а репцентр мне прислал 50 долларов. Вот, и я хожу и не могу понять, откуда у меня в мою голову привязалась эта сумма в 300 долларов. Я хожу и мучаюсь, и вот я как-то рассуждаю, я ни с кем не говорю, я понимаю, думаю, ладно, день пройдет, эта импульсивность, месяц проходит, а у меня так, знаете, так звоночек, день, там 300 долларов. Я так думаю, ладно, подожду, может, следующий месяц дзинкнет на 100 долларов. Нет, опять, как только это думают, день, 300 долларов, думаю, да что это такое, какое-то наваждение, при чем тут 300 долларов? Ну, а что, 50 долларов не помогут, тут 20 долларов не помогут. Вот, я спрашиваю, спрашиваю у братьев, которые принимают пожертвования, говорю, вот как вообще люди жертвуют? И мне служитель говорит, ну, бывает люди жертвуют огромную сумму, ну, большую сумму, там, 1000 долларов, 500 долларов, но это бывает один раз, но, говорит, цены те люди, которые каждый месяц по 20 долларов, вот как Билл, 20 долларов, я думаю, неплохо, я хочу быть таким человеком, 20 долларов, ну, ну, что такое 20 долларов, просто нужно каждый месяц это делать. А у меня вот то чувство, да я же 50 отправил, но все равно чувствую себя виноватым, ну, 300 долларов. И тут приходит такая мысль, я начал молиться, думаю, интересно, я говорю, господи, такая ситуация, если я начну выписывать чек, отправлять каждый месяц 300 долларов из своего семейного бюджета, значит, мне не будет хватать на какой-то мой домашний Билл. Я сейчас говорю о том, что очень часто у нас в голове, что является для нас преградой для служения, финансового служения пред Богом. Это то, о чем я рассуждал. Я говорю, господи, вот помоги решить эту задачу. Как вот и 300 долларов жертвовать, и чтобы это по карману не било, и при этом это была жертва. Не то, что там, ну, где-то у кого-то попросил 300 долларов, переправил, то есть, знаете, таким вот почтальоном, и все. И я как бы вроде в служении к Богу. И здесь мне приходит мысль, и я верю, что эта мысль была от Господа. И я говорю, господи, если у меня появится возможность, ты дашь возможность заработать 300 долларов в дополнительное время от своей работы, я эти деньги посвящаю на служение этому центру. Через несколько дней я получаю звонок одного местного магазина, аптека, владелец которой русскоязычный иммигрант. И он говорит, послушай, мы развозим по домам коробки, медикаменты, и нам нужно вот три раза в месяц по адресам развозить эти коробки. Значит, что мне это стоило? Мне, он говорит, за каждый такой маршрут мы платим 100 долларов. То есть, три раза в месяц это 300 долларов. Что мне это стоило? Это значит, что мне нужно было приезжать в магазин три раза в месяц в определенные даты, к пяти часам, к закрытию. Я загружал свою Toyota Siena под завязку этими коробками, на уши вешал тележку, потому что там коробки были буквально везде. И часа, наверное, полтора, иногда, первое время это было три часа, потому что пока выучишь все эти адреса. Я делал эту развозку. И деньги, которые я получал за это, я начал передавать этому центру. Через какое-то время я спрашиваю этого брата, говорю, послушай, вот во что обходится содержание человека в месяц в центре? Он мне говорит, ну, примерно нам обходится это 300 долларов. Я думаю, интересно. Думаю, если бы я, например, каждый месяц принял решение высылать 50 долларов, значит, ну, скажем так, Господу нужно найти было кого-то бы на 250 долларов. И, наверное, может быть, он воеву пришел бы. Вот. Но здесь я понимаю, что без меня, без кого-то из нас дело Божье не остановится. Кто-то станет на наше место. Но я что хочу сказать? В этом моменте мы принимаем решение. Либо это просто мое пожертвование один раз, два раза доброохотно и благословенно. Либо я беру ответственность. И каждый месяц я, заключая завет с Богом, помолившись перед этим, Бог расположил мое сердце к какому-то служению. Может быть, это детский центр, может быть, это детский дом в Украине где-то. Но, друзья, суть в том, что я вступаю в завет с Богом. И я говорю, Господи, дай мне семя, а я беру ответственность не просто бросить это семя, знаете, где-то вот там посеять на помойке. Ну, что выросло, то выросло. Я беру ответственность, потому что я сеятель. И когда я сею это семя, Бог мне дает это семя. Вы знаете, я делал это в течение полгода. И всякий раз, когда я заступал на эту работу, я чувствовал себя ответственным. Я знал, что Бог дал мне эту работу для того, чтобы дать в мои руки это семя. И таким образом, удивительно, у меня оставалась моя прежняя работа. Все, что от меня требовалось, это мое усилие, это мое время. И здесь мне пришла вторая мысль, с которыми я начал делиться с другими братьями в церкви, которые имели бизнеса. Говорю, послушай, а вот не задумался ли ты о том, что в Библии Бог дает интересный закон о жатве. Когда Бог говорил о том, как жать, Он говорит, когда ты жнешь твое поле, помните, что там написано, оставляй одну полоску. Для кого? Для пришельца, для нуждающегося. И я начал рассуждать над этим местом Писания, и Бог начал вести дальше вот в этом вопросе. Я начал думать о том, что произошло у меня. Думаю, интересно. Когда у меня есть мое поле, мое поле это мой бизнес. Все мы имеем бизнеса какие-то. Все мы что-то делаем. И Бог говорит, остав мне одну полоску. Может, будет это десятая часть, может быть, это двадцатая часть. Но какую-то часть просто остав для меня. Знаете, вот опять же, здесь ответственность. Я оставляю в этом месяце. Я оставляю во втором месяце. Я оставляю каждый месяц. Я оставляю всякий раз, когда я получаю контракт. Я оставляю полоску для Бога. И вот здесь Бог начинает сам взращивать эту полоску. Бог начинает растить. Когда я стал работать, у меня время через полгода, время развозки этих коробок сократилось буквально максимум до полтора часа, если погода плохая. Я стал это делать быстро. Я знал, где кратчайшим путем зайти, с какого этажа начать. И мне добавился четвертый маршрут. То есть, в начале за эти полтора-два часа, когда мне требовалось три маршрута сделать, теперь за эти часы, полтора-два часа, я начинаю делать 400 маршрутов. И мне платят 400 долларов. И за то, что я делаю хорошую работу, мне иногда стали добавлять к чеку 50 долларов, иногда 100 долларов. И я смотрю, когда я вот это сею, вот эту полоску посвятив Богу, а Бог сам взращивает. Бог начал взращивать. И я смотрю, интересно получается, за полтора-два часа 400 долларов. И где-то такая мысль, ну ты же с Богом договорился на 300 долларов, может быть 100 долларов, как бы уже и на свой аккаунт перевести. Но я знаю, я посвятил это Богу. И даже если мне завтра хозяин скажет, знаешь, я буду платить тебе 1000 долларов, это не мое. Но Бог на этой полоске взращивает, Бог имеет дело с тем центром, с той миссией, с тем служением, на которое я посвятил. И вторая мысль, к которой я пришел, я занимался перевозкой мебели, бывает люди переезжают с одного места на другое. И это стоит перевести какую-то сумму. В один из дней звонит мне этот хозяин этой аптеки и говорит, послушай, мне нужно, я там ремонт делаю, полы, вот, с одной комнаты нужно мебель перенести в другую мебель. Я так думаю, мне ехать к нему, он живет достаточно так далеко, мне нужно к нему ехать час, приехать туда. Мне нужно нанять какого-то человека, потому что вдвоем нужно носить мебель. Полчаса буквально работы, что там, кровать, две тумбочки перенести. Потом через неделю снова вернуться и снова это занести. И он мне, знаете, мне сразу говорит, я на этом не хочу тратить много денег. А я думаю, а что мне это будет стоить? С другой стороны, отказаться я не могу, потому что я могу, ну, где-то потерять клиента. И думаю, бесплатно я тоже работать не могу. И мне приходит мысль, я приезжаю к нему и говорю, я сделаю это бесплатно. Бесплатно, то есть не по тем расценкам, по которым я работаю. Но, вот есть миссия, есть служение, помощи детям в сиротских домах. Вы с женой примите решение, какой чек вы хотите выписать. Он говорит, а сколько, ну какой-то ж минимум должен быть, вот, замечательные, буквально замечательные люди. Я говорю, даже если это доллар будет, я говорю о вашем решении. Даже если это вообще ничего не будет, это ваше решение. Но я не беру никаких денег, потому что для меня это невыгодно. Если по расценкам для вас это будет стоить больших денег, потому что он говорит, нет, я не хочу тратить большие деньги на это. Мы сделали нашу работу, и вы знаете, через какое-то время, через неделю мы вернулись, снова на полчаса, на полчаса поработали. И он дает чек, говорит, мы с женой посоветовались, мы хотим пожертвовать на ту миссию, о которой ты сказал. Я смотрю, открываю чек, там 300 долларов. Я думаю, интересно, я так сам себе подумал. Если бы я, например, чаржил этого человека, наверное, я бы где-то 70-100 долларов в час, где-то, ну, я рассчитывал максимум 150 долларов взять за эту работу. Потому что там действительно было больше езды, чем самой работы. Но человек мне, как бизнесмену, так сказать, он даже 150 долларов не хотел платить, потому что он считал, что это много. Но когда я вот эту невыгодную полоску для себя, казалось бы, почему посвятил, сказал, Господь, вырасти на этой полоске вот то, что ты можешь сделать. Человек выписал чек, и мы расстались в очень приятном таком ощущении. Он отдал больше, чем он не хотел дать мне, и при этом почувствовал себя щедрым человеком. Я потом с братьями разговаривал и говорю, братья, знаете, наверное, когда мы делаем какие-то проекты, есть проекты, которые мы можем сказать, Господи, вот я там ложу плитку в шауре где-то, например, вот какую-то часть моей работы я посвящаю тебе, и что я получаю за вот эту полоску? Я буду каждый месяц, каждый месяц переводить и жертвовать на то служение, которое ты положил в мое сердце. Мне нет времени больше говорить об этом, но в заключение я хочу оставить мысль на рассуждение. Я обнаружил в своей жизни одно время у меня были очень такие долги, которые накапливались, и я не знал, откуда они приходят. Я не мог понять, почему вроде работаешь, месяц пришел, у тебя вот проанализировал год, в долгах всегда выходила одна и та же сумма. Если машина ломалась, предположим, она ломалась на 400 долларов. Если, например, там что-то где-то, таксу какую-то надо было заплатить, вот знаете, там вдруг обнаружилось, это было 400 долларов. И я так проанализировал, еще дома говорю, говорю, послушай, ну я человек вот так вот наблюдательный к деталям, ну какой-то смех, ну не 500, не 1000, не 300, там 400, 450, 460. И я начал анализировать свою жизнь, думаю, откуда это все. Знаете, я пришел к очень такой интересной математике, о которой сегодня нет времени говорить, но я обнаружил, что в свое время я пользовал деньги на неправильные вещи, которые мне, в принципе, где-то в месяц стоили вот примерно вот такую сумму. У меня образовалась в бюджете финансовая вот такая дыра. Что я начал делать? Я сказал, Господи, я принимаю решение жертвовать больше, чем у меня вот этот образовавшийся финансовый долг. Я стал математику гнать в другую сторону. Вы знаете, ситуация абсолютно изменилась. И я в заключение, друзья, хочу, возвращаясь к тексту Священного Писания, ободрить каждого из нас. Если у нас есть в жизни какая-то сложная ситуация в отношениях, в финансах, в работе, в семье, давайте мы честно, придя к Господу, может быть, это муж с женой, вместе с семьей, может быть, муж я, как священники в доме, просто проанализируйте и скажите, Господи, я готов, я не имею семени, я не имею того, что жертвовать, давать, но я готов принять ответственность, как сеятель. Сделай меня верным сеятелем, доверь мне семье. Может быть, придут возможности, финансы в ваши руки, может быть, кто-то пожертвует со стороны других людей. Бог начнет испытывать. Но я глубоко, друзья, убежден, пожертвуя, поддерживая миссионерское служение, дело Божье. Даже если мы не имеем это собственного кармана, но будучи ответственным сеятелем, имея работы, Бог дает нам работы на каждый день, на каждый месяц, Господи, я готов тебе часть моей работы посвятить. Например, каждый пятый проект, может быть, у меня в месяц 10 проектов каких-то, каждый пятый проект я принимаю решение полностью посвятить тебе, финансы, которые я получаю с этого проекта. Вы посмотрите, как жизнь ваша изменится. По сей день я делаю это. Знаете, я иногда дома говорю так, люди идут на дилерскую, берут машину у дилера, платят 300 долларов, ездят на хорошей машине, и человек не может сказать, у меня сегодня нет денег, я не буду платить, Билл, потому что человек потеряет машину. Но всякий раз, когда я со своего банка получаю notification, что, кешерс чек, а кешен, знаете, я своей жене говорю, я как будто на исповеди побыл, это такое благословение, понимать, что и месяц ты остался победителем, месяц ты остался верным, месяц. Бывают разные ситуации, бывает, думаешь, ах, я в конце месяца, а потом приходит мысль, будь честным перед Богом, делай то, что ты пообещал, и Бог тебя не оставит. И я хотел бы в этой молитве помолиться, друзья, за каждого из нас, помолиться за вас, благословить в этой молитве, благословить ваши бизнеса, благословить ваши работы, благословить ваши руки, чтобы Бог умножил, чтобы пришли самые лучшие контракты, чтобы от вас, чтобы к вам приходили самые лучшие люди, которые могут дать в руки наше семя, которое мы можем сеять, благословлять Церковь Божью, служение Божье. Давайте мы, вставшие на колени, обратимся к Господу с этой молитвой. Аминь.